На месте Косогора детский сад. Трудно поверить, но уже в марте 2020 года здесь будет построено современное дошкольное учреждение для 240 малышей. Строители зашли на площадку всего месяц назад и рьяно взяли за дело. Сейчас идут земляные работы, идет подготовка под укладку фундамента и прокладку инженерных сетей. Сад будет типовым, таким же как тигренок, котирок и светлячок. Трехэтажное здание с большими витражными окнами, террасами, музыкальными и спортивными залами ждут родители всего микрорайона Снеговая Пать. Решили мы дополнительную дорогу сделать, чтобы не было проезда вдоль домов. Мы понимаем, насколько это все-таки и шумно, грузовики. Сейчас есть дорога, можно сказать, дополнительная, которая в процессе будет также у нас отремонтирована и водится вместе с садом. Потому что мы понимаем, сад на 240 детей, это сколько человек будет водиться за детей, сколько машин будет проезжать, будет два подъезда. Сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. Еще 30 лет назад их было около 200. Но в 90-е годы многие помещения садов перешли в частные руки. Работа по возвращению этих объектов в ведение города была начата экс-главой Владивостока Игорем Пушкаревым. Под его руководством за последние 10 лет во Владивостоке открылось 25 садов. Еще 9 откроются в ближайшие годы. Это такие объекты, которые действительно очень важны для города Владивостока. Вы знаете, какое у нас социальное напряжение по садикам. И эта работа будет вести город Владивосток. Мы также нам выделяют деньги и администрация края. Я думаю, совместно мы сможем все-таки всех наших детей, внуков приводить в садики и быть спокойными. Они будут находиться в нормальных, в добрых руках. В активной стадии строительства и детский сад с ясельными группами Намаковского 157А. Его введут в эксплуатацию в конце текущего года. Еще один сад реконструируют на постышево 7А. Также новые сады появятся на улицах Станюковича 31А, Техвинская 3, Крыгиной 84, Кипарисовая 4. Ведется проектирование двух новых детских садов и в микрорайоне Патрокол на 240 мест каждый. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом.